МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире новости ТВК в студии Виктория Лопатайте. Здравствуйте. И начинаем выпуск сообщения от спасателей. Сотрудники МЧС предупреждают горожан об опасных и неблагоприятных погодных условиях. Порывы ветра будут достигать 28 метров в секунду. Какова сейчас ситуация за окном, знает моя коллега Виктория Столеровна на прямой связи со студией. Вика, известно уже, когда начнет ухудшаться погода? Да, Вика, могу сказать, что ситуация за окном не радует уже сейчас. Буквально несколько минут назад накрапывал мелкий дождь. Сейчас он закончился, но зато поднялся ветер. Он довольно сильный, и порывы его мы видим, насколько сильны по колышущимся веткам деревьев. Понизилась и температура воздуха за окном сейчас примерно достигает 12 градусов со знаком «плюс». Об ухудшении погоды спасатели предупреждают со вчерашнего дня. И сегодня ночью на Красноярске и на центральные районы края обрушится шторм. Сильный ветер будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду. Иногда его порывы будут достигать даже до 28 метров. Также возможны грозы и град. К слову, красноярцы уже сейчас начали получать сообщения от сотрудников МЧС на мобильные телефоны о возможных неблагоприятных метеоусловиях. Также городские власти добавляют, что о шторме горожан будут предупреждать путем прерывания вещаний на телевидении или радиопрограммах. Так что будьте внимательны и осторожны, потому что во время таких неблагоприятных метеоусловий спасатели рекомендуют горожанам не покидать здание, оставаться дома по возможности. Ну а если непогода застала все-таки вас на улице, то держаться подальше от деревьев, от рекламных щитов и от линий электропередач. На этом у меня все. Вика, о тебе слово. Спасибо, Вика. Я напомню, что из-за сильнейшего урагана в Москве в понедельник погибли 16 человек. Тем временем разрушительный ураган добрался до соседнего Намалтая. Торнадо пронесся по Барнаулу. В соцсетях сообщают минимум о двух пострадавших. Мужчину и девушку придавило упавшими деревьями. Оба госпитализированы. Кроме того, ураган сорвал несколько крыш, повалил остановки, продуктовые прилавки и присыпал все сверху градом. Сейчас спасатели Алтайского края устраняют последствия урагана в регионе, где из-за сильного ветра без света остались 19 населенных пунктов. А Гринпис предупреждает о лесных пожарах. Обстановка в крае снова осложняется, заявили общественники. Они проанализировали количество пожаров за последние 15 лет, изучили ситуацию и в этом году. И сделали вывод, что самый сложный период еще впереди. Вот выдержка из доклада общественной организации Гринпис. Край начал сезон заметно хуже, чем в прошлые годы. Уже есть невосполнимые потери, сгорели сотни домов, погибли люди. Не хватало своевременной помощи от федерального центра. Режим ЧС был введен с большим опозданием и, судя по опубликованным документам, это был только режим ЧС регионального уровня. То есть все затраты и вся ответственность остались на плечах региональной власти. К счастью, немного помогла погода, но пожары продолжаются, а самая сложная часть сезона еще впереди. Традиционно регион страдает сильнее именно от лесных пожаров в середине лета. И к другим темам. Они живут в десятером в маленькой комнате. Из-за экономии света не могут подготовиться к экзаменам, а еду выпрашивают в столовой. На спартанские условия общежития жалуются студенты Красноярского института водного транспорта. При этом плата за обучение выросла практически в два раза. Как любовь к учебе разбивается о быт, а также как реагируют на жалобы руководства вуза, узнавала Виктория Столярова. Дети, курсанты, значит, после отбоя и в утреннее время проводят уборку сами. Без перчаток, не соблюдая никаких санитарных норм, значит, в уставе нигде не прописано. Вместо того, чтобы грызть гранит науки, этим студентам приходится осваивать азы уборки. Вот так, без перчаток, зато в парадной форме. Будущие речники убирают лестницы в общежитии Красноярского института водного транспорта. Это видео засняли бывшие сотрудники вуза. Они и сейчас скрывают свое лицо, боятся проблем с руководством. По их словам, генералить курсантам приходилось чуть ли не ежедневно, хотя на это есть техперсонал, по крайней мере, числится. Уборщиц у нас изначально не было. Потом, значит, было какое-то предписание, на основании чего было сказано, чтобы приняли сотрудников этих, не сотрудников, а рабочих уборщиками. Но, как вы понимаете, знакомые, родственники. Вот у нас, например, у директора работала племянница, которая ни разу не пришла на работу, ни разу не пришла. Но, тем не менее, она в течение года получала заработную плату. Кто-то получал деньги, а кто-то мыл полы. Вот дети мыли полы. Также анонимно о спартанских условиях проживания рассказывают и сами курсанты. В маленьких комнатах ребятам приходилось ютиться по 10 человек, хотя по нормам положено 6 квадратов на одного. Жалуются студенты и на недостаток еды в столовой. У нас магазин рядом спасал. Родители денег там отправят, мы все там деньги посадим. Отправляют на вещи, а мы еще в общежитии не разрешали заносить еду. Мы заносили, кушали. А кушать-то охота. Либо на камузе хлеба просили с маслом. Бывали, давали, бывало, нет. Мы хоть раз пробовали на воде гиркле обжарить. По словам студентов, стоимость проживания в общежитии за последние месяцы выросла в два раза, хотя условия стали едва ли не хуже. Свет, говорят, включать запрещали из-за экономии. Смесители ванной перемотаны изолентой. Вот стандартная комната в общежитии Института водного транспорта. Заходим сюда. Здесь вот такой общий коридор. Одна комната, вторая. И мы видим, что условия проживания здесь, конечно, оставляют желать лучшего. Сейчас в летнее время, когда отопление отключено, здесь температура нормальная, но сложно представить, что здесь бывает в зимнее время. Судя по тому, в каком состоянии выглядят оконные рамы, они все затыканы ватой и заклеены скотчем. Видимо, ребятам зимой здесь жить холодно. Проблемы в ВУЗе студенты и бывшие сотрудники связывают с приходом нового директора. Наталья Геннадьевна Боровых долгое время работала секретарем в институте. Но примерно полгода назад, не имея педагогического образования, вдруг возглавила учебное заведение. Проверка транспортной прокуратуры подтвердила, что руководительница не имеет права занимать этот пост. Я ознакомлена о том, что есть такие материалы, но я их не читала. Так может быть, у вас показать, передать копию? Нет, не нужно. Я прекрасно знаю всю процедуру. Я же вам говорю, все есть, и аттестационные тоже документы есть. У меня высшее юридическое образование, у меня 14 лет педагогического стажа. Я получаю дополнительное образование в пединституте. Сейчас для устранения нарушений выдано предписание, но руководительница намерена его обжаловать в течение месяца. Студенты тем временем просят директора ВУЗа взять на контроль плохие бытовые условия, ведь из-за этого многим курсантам пришлось покинуть комнаты в общежитии. Лишь иногородним студентам, а таких большинство, приходится не жить, а выживать. Более 30 курсантов уже написали жалобы депутатам Госдумы. Виктория Столярова, Николай Чистяков, Новости ТВК. Коммунальный мост должны перекрыть до 20 июня и до конца октября. Об этом сегодня рассказали в департаменте городского хозяйства. Там, наконец, нашли подрядчика, который должен провести капитальный ремонт. Единственную заявку на участие в соответствующем акционе подала компания «Сибиряк». Документы уже рассмотрела специальная комиссия. Таким образом, сам акцион, который мог бы состояться 1 июня, признается недействительным, а контракт заключается с единственным заявителем. Напомню, начальная и максимальная цена ремонта – 385,5 миллионов рублей. На первый акцион не было подано ни одной заявки. Тогда многие специалисты говорили о том, что подрядчики понимают риски не успеть за 3 месяца и боятся браться за работу. Также новости ТВК рассказывали о том, что перед капитальным ремонтом моста необходимо укрепить опоры. Это после специального исследования с водолазами рекомендуют специалисты. Но эти работы в списке обязательных не значатся. Компания «Сибиряк» должна приступить к ремонту во второй половине июня. Начало откладывается только из-за необходимости согласовать контракт. На это уходит до 20 дней. Это становится уже традицией. В Красноярске вновь подорожал бензин. На этот раз цены изменили две сети заправочных станций. Речь идет о Красноярскнефтепродукте и Магнат РД. Сейчас на всех АЗС этих компаний АИ-92 стоит 35 рублей 80 копеек. Это на 70 копеек выше. АИ-95 подорожал на 50 копеек. И теперь его можно купить за 38 рублей 50 копеек. Добавлю, что на АЗС «Газпромнефть» пока сохраняется прежняя цена на оба вида топлива. А в сети 25 часов 95 и самый дорогой 35 рублей 90 копеек. Добавлю, это уже вторая волна подорожания топлива за последнюю неделю. Повышение пенсионного возраста, увеличение числа занятых и производительность труда. Таким образом, в Министерстве экономического развития планируют увеличивать темпы роста российской экономики. Там накануне сделали крайне негативный прогноз для всех россиян. Согласно ему, сообщает газета «Ведомости», доходы жителей нашей страны вернутся к докризисному уровню только в 2022 году. А пенсии никогда. Кроме прогнозов на будущее, там говорится о планах властей. В частности, о пенсионной реформе. Например, повышение пенсионного возраста, которое обсуждают уже не первый год. Тем временем, уверены эксперты, такие меры приведут к тому, что сам уровень пенсии упадет. В итоге, к 2035 году пенсии останутся на 4% ниже уровня 2013. Таким образом, от реализации плана повышения темпов экономического роста, как минимум пятая часть населения, наоборот, проигрывает. Их доходы в сравнении с другими сильно сокращаются. Кроме того, зарплаты в ближайшие два десятилетия будут расти медленнее, чем экономика, рост которой, по прогнозу, тоже будет невыдающимся, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы Минэкономразвития. Согласны ли вы с прогнозом Минэкономразвития, что будете делать до 2022 года? Звоните и высказывайтесь в прямом эфире. Как вы будете действовать, учитывая, что кризис продлится еще пять лет? Будете экономить и ждать, или найдете другую работу, отложите глобальные покупки? Или же вы вообще не будете ничего менять? Звоните 265-45-00, пишите смс на номер 9020, комментируйте в группе телекомпании ВКонтакте или присылайте сообщение в вайбер и ватсап по номеру 8-923-165-45-00. Фильм «Он вам не Димон», который послужил поводом для многотысячных митингов против коррупции по всей стране, обязаны удалить. Такое решение вынес Люблинский суд Москвы. Напомню, с таким требованием выступил миллиардер Алишер Усманов. Он подал иск к автору Алексею Навальному. Напомню, в фильме рассказывалось о премьер-министре Дмитрии Медведеве. Якобы он владеет элитной недвижимостью, гектарами земли за границей и в России, и не только. А деньги Медведев якобы получает от самого Усманова. Последний обратился в суд, и там признали сведения, распространенные Навальным, не соответствующими действительности и порочащими честь Усманова. Навальный в ответ заявил, что не собирается удалять ролик из сети. Добавлю, во время судебного заседания были отклонены все 18 ходатайств оппозиционера, в частности, о вызове в качестве свидетеля самого Дмитрия Медведева. Через полминуты расскажем о том, что тренер футбольного Енисея Андрей Тихонов может покинуть клуб и, как красноярцы просят его остаться, а через полторы в проекте большая уборка о насущном переполненных мусорках. Почему их никто не замечает? Это новости ТВК. Мы продолжаем. Наставник красноярского футбольного Енисея Андрей Тихонов может покинуть команду. Как сообщили федеральные спортивные СМИ, специалист возглавит Самарские крылья Советов, за которые ранее выступал в качестве игрока и тренера. Однако в пресс-службе Енисея новостям ТВК пояснили, что руководство красноярского клуба предложило Тихонову продлить контракт. Напомню, действующее соглашение специалиста с командой истекает завтра, 1 июня. Тихонов возглавил красноярский коллектив летом прошлого года и привел Енисей к бронзовым медалям в футбольной национальной лиге. Этот результат стал рекордным в истории клуба. В противостоянии с тульским арсеналом за право играть в премьер-лиге красноярцы минимально уступили по итогам двух матчей. А в социальных сетях красноярцы запустили флешмоб в поддержку тренера Енисея. Они фотографируются с табличками «Тихонов не уходи» или выкладывают фотографии с символикой клуба и ставят хэштег «Тихонов не уходи» футбольный клуб Енисей. Красноярцы надеются, что акция, если она станет массовой, поможет убедить Андрея Тихонова остаться с Енисеем. Говорят, что убирают каждый день, но не успевают за теми, кто мусорит. На очереди новая серия проекта «Большая уборка». Сегодня о бурнах, в скверах, парках и на остановках города. Люди все чаще жалуются на то, что они переполнены, мусор вываливается на тротуар и ситуация не меняется неделями. Этой темой занимался Захар Письменных, он сейчас в студии. Захара, неужели такие мусорные баки коммунальщики не замечают? Ведь в таких случаях, кажется, и заявки-то, в общем-то, не нужны, все и так очевидно. Виктория, да, действительно, те точки, о которых мы расскажем, расположены в самых оживленных местах. Это автобусные остановки, парки, скверы, основные магистрали. Поэтому кажется, что ответственные службы, даже если бы проехали мимо, должны были заметить, но, к сожалению, это не происходит. Чаще всего такие урны встречаются именно на остановках. Именно там самый большой поток людей. Убирать их должны те, кто занимается обслуживанием дорог. Соответственно, и эту мусорку на остановке авиагородок должны были заметить. И такая же история с урной на улице Шахтеров. Выходит, что тут два варианта. Либо те, кто должен содержать дорогу, тут не проезжали, либо намеренно не заметили переполненную урну. Теперь о мусорках в скверах. Их не так заметно, и убирать их должны совсем другие люди. Эта обязанность возложена на управление зеленого строительства. Но ситуация похожая. Людей не так много, как на остановочных пунктах, но мусора здесь чаще всего больше. Вот о чем говорят люди. Давайте послушаем. Во-первых, это некрасиво, и разводится всякая живность. И дышать этим всем. Тем более детская площадка рядом. Особенно вот это после выходных, когда молодежь здесь посидит, поддохнет, и потом как бы не только мусорки, еще и рядом. Это лишь сквер геодезистов в Покровке. Таких случаев, очевидно, больше. Например, не так давно переполнены урны были и на Вантовом мосту, всего в городе. Урн почти 4 тысячи в департаменте городского хозяйства уверяют, что убирают их ежедневно. А в том, что они переполнены, по логике чиновников, виноваты сами люди или, например, владельцы соседних павильонов. Давайте послушаем. Плановая уборка ведется регулярно на территории всего города, на территории всех скверов. Бывают случаи, когда в общественные, так сказать, урны выносят мусор свой бытовой недобросовестные граждане, владельцы торговых павильонов и прочих нежилых помещений. Но стараемся с этим бороться. И районные администрации, надеемся, проводят разъяснительную беседу с гражданами, с субъектами предпринимательства, чтобы они все же вели себя культурно и не загромождали, не нагромождали урны. Кроме того, власти, как обычно, добавляют, что жаловаться на такие переполненные урны необходимо в службу 205. Пока таких заявок не поступало. А если нет заявки, то, получается, о проблеме никто не знает. Хотя и мы не раз рассказывали, и люди жаловались. И создается впечатление, что чиновники живут как будто бы в другом городе. Виктория. Печально. Спасибо, Захар. Это был проект «Большая уборка». Мы продолжаем. Оповещать о загруженности основных дорог и при необходимости закрывать их. Это одна из мер, которая позволит сделать воздух в Красноярске чище. По крайней мере, к таким выводам пришли специалисты в области мониторинга окружающей среды. Они в течение месяца брали пробы воздуха на основных магистралях города днем и ночью. После провели химические анализы, выявили многократное превышение предельно допустимых концентраций сажи, бензопирена, формальдегида и других. Все эти вещества относятся к первому, второму и третьему классу опасности. Специалисты считают, учитывая ветреную погоду в мае, в первую очередь, источниками этих выбросов могли стать именно автомобили. Их выхлопы на фоне выбросов предприятий привели к перемешиванию веществ и увеличению концентрации. У каждого промышленного предприятия или автотранспорта есть своя зона воздействия. Как у чиновника своя зона компетенции есть, так и у автотранспорта. И различные условия, когда перераспределяется их вклада. То есть при одних условиях будет доминировать только промышленные предприятия. При других условиях влияние промышленных предприятий будет отходить и на их фоне уже на первое место будет выходить автотранспорт. Мы это уже видим, что это происходит и по различным загрязняющим веществам. Вот этот бензопирен и вот этот ацетальдегид, мы считаем, что это в большей степени автотранспорт. Добавлю, что все результаты замеров специалисты планируют передать краевым и городским властям. Правда, говорят, нет надежды, что за этим последуют какие-то конкретные действия. Самый первый мультфильм и ретро-киноаппараты. Красноярский кинематограф празднует свое 120-летие. Подробнее о том, как кино пришло в наш город в сюжете Ильи Филонова. Да, левая формация. Нажимать сиденье прямо, а это не стало. Профессия фильмопроверщик пришла в наш город вместе с первой лентой в 1897 году. Сейчас этот процесс способен освоить даже ребенок. Однако другую должность, киномеханик, может занять только обученный специалист. Марат Михайлович приехал в Красноярск 35 лет назад. За это время каждый из теперь уже раритетных аппаратов стал ему родным. Во-первых, сам кинопроектор ГОС. Это кинопроектор, который ручкой показывали, из которого начиналось кино. Это не мое кино было, но тем не менее. То есть тогда не было еще электродвигателей. Вернее, двигатели были, в кинопроекторе их не было. И это все с ручным движителем использовалось. Также в сокровищнице кинографа есть кинопроектор под названием «Украина» для сельских клубов и маленьких аудиторий. С тех пор киноиндустрия шагнула далеко вперед. Вот даже у нас, смотрите, как много пленочных аппаратов здесь находится. Они все, в принципе, в большинстве рабочем состоянии. Но несмотря на в последнее время тягу к старым каким-то вещам, особенно к пленке, вечные споры, что лучше пленка или цифра, все равно несмотря на это, конечно, киноиндустрия и вообще аудио-визуальная культура развилась до такого уровня, что цифра уже превосходит, в принципе, пленку. Показали гостям сегодня и первый анимационный фильм «Фантасмагория». При том, что длится картина всего две минуты, на ее создание ушло 4 месяца, 36 метров пленки и около 700 рисунков. После просмотра гостям прочитали лекции о развитии кино в нашем регионе, а завершилась программа экскурсии по выставкам киноафиш и показам кинохроники, которую смотрели наши предки больше века назад. Илья Филонов, Сергей Малафеев, Новости ТВК. Заслуженная артистка России Анна Ковальчук мечтает сняться в роли Серсея Ланнистер в американском сериале «Игра престолов». Об этом и о гастролях театра имени Ленсовета в Красноярске Анна Ковальчук рассказала в программе «После новостей». Смотрите сегодня в 20.45 на ТВК. Иностранные водительские права теперь вне закона. 135 водителей автобусов уже завтра не смогут выйти в рейс. Об этом через 2 минуты, а через 13 обсуждения в прямом эфире. Что делать, если кризис продлится еще 5 лет? Это новости ТВК. Мы продолжаем. Догнал и сбил с ног одним ударом. Виновник аварии в Советском районе серьезно поплатил со своим здоровьем. Все произошло накануне днем на улице партизана Железняка. Инцидент зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель Тойоты Камри движется по встречной полосе. Там сталкивается с другим авто, но продолжает ехать по встречке, скрываясь с места ДТП. Владелец пострадавшего автомобиля выходит из машины и бежит за нарушителем прямо по проезжей части. Мужчина догоняет виновника на повороте и с одного удара валит водителя с ног. По данным дорожной полиции, мужчина сильно пострадал, его госпитализировали. Также известно, что до этого его уже лишали прав за такое же нарушение, оставление места ДТП. Полицейские завели на нападавшего. Уголовное дело 60-летнему мужчине грозит до 8 лет тюрьмы. 135 водителей автобусов завтра не имеют права выходить в рейс, сообщает Госавтоинспекция. С 1 июня управлять общественным транспортом можно только с правами российского образца. Такой закон был принят еще в 2013 году. Поводом стало большое количество аварий с участием иностранных граждан. У водителя им было 4 года на переобучение, сдачу теории, практики и получение российских прав. Теперь тех, кто этого не сделал, оштрафуют. Водитель заплатит 15 тысяч рублей и лишится транспортного средства. Его отправят на спецстоянку. А вот предприниматель, который допустил нарушителя за руль, получит штраф в 100 тысяч рублей. Как сегодня сообщили в Дорожной полиции, в Красноярске 135 водителей и иностранцев, которые перевозят пассажиров, не выполнили требования нового закона. Новости ТВК будут следить за этой ситуацией. Консультироваться с врачом стало удобнее. Покупать билеты на электричке быстрее, а вот добираться до дома дороже. Обо всем подробнее в рубрике «Потребительские новости». Таксисты столичных аэропортов борются за своего пассажира. В мобильных приложениях «Яндекс.Такси», «Гет» и «Убер» вблизи аэровокзалов стали пропадать свободные автомобили. Местные таксисты установили глушилки GPS-сигнала, чтобы пассажир не смог вызвать машину с помощью приложения и воспользовался услугами такси у обочины. А они, к слову, дороже, чем у агрегаторов, на 100-200 рублей. Представитель профсоюза таксистов назвал это не мошенничеством, а конкурентной борьбой. Проконсультироваться с врачом теперь можно прямо из дома. Для этого понадобится приложение «Яндекс.Здоровье» и выход в интернет. В формате чата или через видеозвонок терапевт и педиатр ответят на любые вопросы по уходу за больными близкими и детьми. Однако услуга платная. Первая консультация обойдется в 99 рублей, а каждая последующая в 499. Однако если состояние больного угрожает его жизни, оператор переведет вас к оператору скорой помощи и денег за эту услугу не возьмет. А пользоваться пригородными поездами стало еще легче. Чтобы оплатить проезд красноярцам, нужно приложить телефон с поддержкой Android Pay, Samsung Pay или Apple Pay к платежному терминалу. Такой способ уже доступен на пригородных направлениях, а также электропоездах, следующих Вачинск, Канск, Боготолк, Козулька и еще 8 пунктов. Дополнительную информацию можно узнать в пригородных кассах. Учить медицине, банковскому делу и даже социальному инжинирингу будут прямо в школе. В Красноярске планируют увеличить количество специализированных классов. Об этом сегодня рассказали в Главном управлении образования. В этом году по программам углубленного изучения определенных предметов занимались около 11 тысяч школьников. В следующем цифру планируют увеличить до 18 тысяч. Помимо привычного профильного обучения в гуманитарных, биолого-химических и математических, дети смогут записаться в спортивные, медицинские, инженерно-технологические и другие классы. В расписание будут включены дополнительные часы. Обучением будут заниматься в том числе преподаватели высшей школы, а уроки проводить планируют и на площадках университетов города. Уточнить всю информацию вы можете в самих гимназиях и школах. Список сейчас на ваших экранах. Это новости ТВК. Мы продолжаем и прямо сейчас готовы приступить к обсуждению. Я напомню, сегодня мы обсуждаем прогноз Минэкономразвития, который ничего хорошего нам с вами не сулит, по крайней мере, для работающих до 2022 года. Точно по прогнозу именно в этом году зарплаты достигнут до кризисного уровня. А вот с пенсиями вообще какая-то беда намечается. У нас есть первый телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Надежда Артемовна. Я хочу высказать свое мнение такое. После войны люди терпели знание, что надо поднимать государство. А почему мы сейчас должны терпеть вот это все безобразие? Что наши правители не знают, как мы живем? Убавят зарплаты, дворцы перестанут строить, по пять раз на году ездить отдыхать. Почему простой народ-то должен терпеть? Сколько можно? Не хотят мне это делать? Пусть уходят в обстатку. Другой кто-то придет. Можно хоть что-то тогда измениться. Мы всем помогаем. Украине помогаем, Сирии помогаем. Где только что не случилось, мы на первом месте. Правильно, людям надо помогать. Но вы меня извините, помогают тогда, когда свой народ живет хорошо. А мы живем вообще нищета, не то, что нищета. А нельзя люди по помойкам ходят, собирают. Старики приходят и считают копейки, чтобы не сто грамм кабачки купить. Это нормально. Спасибо большое за ваш звонок. Действительно, тема очень эмоциональная. У нас есть еще один телезритель, дозвонившийся в прямой эфир. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Максим. Хотел бы высказаться по поводу данного вопроса. Как и предыдущие шесть лет, сейчас и в дальнейшем, видимо, буду жить аскетичным образом жизни. Во всем себе отказывая, так и не создам семью, не захочу, естественно, детей. Мне 41 год. И последние 21 год я четко себя ощущаю в невесомости. И понимаю с течением времени, что всему виной системный кризис. Он именно в том, что в гуманитарной сфере, в медицине и образовании у нас правит бал чрезмерность экономической целесообразности. А в остальных сферах жизни, напротив, она отсутствует, а присутствует тупая вертикаль власти, которая основана на принципе «я начальник, ты дурак». Спасибо большое за звонок. И прямо сейчас мы готовы узнать, что по этому поводу думают наши зрители в социальных сетях. Захар Письменных собирал мнение. Захар. Да, Виктория, большинство пользователей сети разделяют мнение позвонивших. В том смысле, что они не предлагают какие-то меры конкретные, а говорят, что вот все эти прогнозы, в общем, планы Минэкономразвития как минимум неправильные. Давайте почитаем из группы ВКонтакте. Но только так и можно поднять темп роста нашей экономики. А если пенсионный возраст поднять до 90 лет, вот мы тогда попрем расти экономически. Только за счет сокращений каких-либо и могут поднимать несколько подобных сообщений. Те, кто это придумал, пусть отправятся ко мне на стройку, тогда таких бредовых идей не будет возникать. Даже до конца не дочитал. Смешно, граждане, смешно. При этом цены на всевозможные товары и услуги будут увеличиваться. Будем дальше копить деньги на выезд за границу на постоянное место жительства. Интересно, как у них получается придумывать настолько безобразные идеи, которые ухудшают жизнь сразу многих слоев населения. Вот такие сообщения. На этом все, Виктория. Спасибо большое, Захар. Я напомню, что мы сегодня обсуждаем прогноз Минэкономразвития, о том, как будем дальше жить и себя чувствовать. И одни из планов, которые разработали наши власти, чтобы каким-то образом увеличить темп рост экономики, это повышение пенсионного возраста, увеличение числа занятых и производительности труда. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Что вы думаете по этому поводу? Алло. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Ну, что думаете? Я считаю так, что женщины перестанут рожать, пенсионеры будут умирать, а чиновники, губернаторы все будут хвастаться. У меня 10 миллионов годовой доход, а у меня 30 миллионов доход, а мы будем все помаленьку загибаться. Вот и все. Спасибо большое за мнение. Действительно, тема очень эмоциональная. И у нас есть еще один телезритель. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Зовут меня Светлана Николаевна. Мы почему-то в постоянном кризисе живем. Пусть наши чиновники меньше воруют, тогда денег будет хватать и на пенсии, и на заработные оплаты, и на детские сады, и на школы. До каких пор наши чиновники будут воровать безнаказанно? Ну, а как можно добиться, чтобы не воровали? Значит, надо законы принимать. Наши почему-то депутаты никак не принимают закон, который бы лишали их, как это называется, за то, что воруют коррупцию за коррупцию. Их наказывали, чтобы лишали их имущество. Они переписывают там на всех родственников и продолжают миллионами, миллиардами воровать. Это в какие же времена в Советске было? Люди не боялись, боялись так. А теперь безнаказанно. По-моему, даже приветствуются нашим правителям. Спасибо большое за мнение. Есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Меня Наталья Викторовна зовут. Я согласна, что вперед люди уже говорили. Все правильно они говорят. Знаете, такое впечатление. Уже 25 лет мы как в дурдоме в большом живем. Никакие ни законы не работают у нас. Ничего. Что губернатор, что мы, они как вроде инопланетяне, живут. И нас не видят и не замечают, что мы существуем в городе. Такое мнение вот. Молодым вообще можно выжить. Зарплаты маленькие, работы никакой нормальной нет. Жилья ни у кого нет. Как дальше люди будут жить, никто не интересуется этим. Спасибо большое за мнение. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Большая просьба. Отойдите сперва подальше от телевизора или вовсе его выключите, чтобы эхо не было. Это мне сказали? Да, здравствуйте, мы в эфире. Здравствуйте. Это говорит Анастасия Тезикова. Я хочу сказать, как предыдущая женщина первая сказала, что чиновники заворовались, заелись, а рабочие... Вот как мой зять, хоть стреляйся, семья голодует. Я не знаю, как вот жить, я выручаю, выручаю, но и я скоро жить помру. Как жить молодым людям? Воевать только надо, чиновников убивать. Ильич, молодежь дурная, забили бы их всех, застреляли бы. Спасибо большое за мнение. Действительно, тема очень острая, эмоциональная. Вот такие они были, вы их слышали. Ну что ж, будем надеяться, что в дальнейшем прогнозы Минэкономразвития будут немного улучшаться. Спасибо, что были с нами. На этом у нас все. И далее полезная информация.